Здравствуйте, мои дорогие! Мы, наверное, сегодня должны говорить о нашей любимой Саре Садыковой. Я сначала вам расскажу самое начало работы, как это происходило. Все мы очень любим музыку Сары Садыковой, поэтому мы общаемся. Вот вы собрались, мы все болеем за нее. Очень много тянется, долго тянется работа над памятником, хотя он уже давно готов. Три года уже прошло, как он совершенно готов. Он не только сделан нами, он отлит уже в бронзе. Я с юности, с молодости, даже с детства очень любила ее песни. Особенно это послевоенные годы было, когда еще я была юная. Везде звучала песня, танго можно назвать, она называлась танго. И вот мы, молодежь, любили танцевать под эту музыку танго. Она называлась... Вот это врезалась в мою душу. Мы под это росли, под это любили, влюблялись. Это каждый из вас это прошел, вы это сами понимаете. И не только это, конечно, в юные годы еще мы, Мальцы, ее любили. Вот так как-то все копилось в сердце, в душе, копилось все. Вот потом я, когда кончила академию, уже сам уж вышла, родила двух дочерей. Приехала в Казань, началась творческая жизнь. И как ни странно, вот ведь в одном городе мы жили с Арадханом Садыковым и я. Я с ней не знакома, я с ней лично не знакома. Хотя вроде бы бок о бок жили. Это, наверное, потому что каждый занимался своим делом по искусству. Она писала песни, я не делась с ультой. Тем не менее, вот эта музыка, которая еще в юности вошла в сердце, в молодости еще, она, естественно, сидела, держалась. А потом уже знакомилась по телевидению, по радио, другими ее произведениями, песни. Короче говоря, Сара Садыкова была в моей душе. Я очень многие свои более-менее значительные композиции вижу во сне. Может быть, это смешно, кто-то не верит, но это так. Вот так случилось, что я эскиз памятника Сары Садыковой увидела во сне. Вот. Это было так, значит. Значит, когда я проснулась, я обычно так и делаю. Если я увижу более-менее значительную композицию во сне, я ее фиксирую. Так незаметно, тихо, пока моя семья спит, я встаю, значит, тихонько, украдко. Это в пластилине вот такие капулечку я зафиксирую, чтобы, не дай бог, не забыть. Потому что мне это понравилось самой. Я ее зафиксирую и убираю. Так случилось и с Сарой Садыковой. Убрала пару дней. Так вот сама посматривала, думала, походила. А потом решила обратиться к моим дочерям. Дочери мои, вот кто не знает, я хочу еще раз повторить. Тоже скульпторы с высшим образованием. Кончили они очень престижный художественный институт имени Сурикова в Москве. И поэтому мы сделались уже коллегами. Они мои, во-первых, ближайшие подруги. Мы как-то вот так построили свою жизнь, что мы живем подругами, коллегами. Ну и поэтому так получается, если что-то у меня там родится, какая-то композиция, я, естественно, сразу обращаюсь к ним. Вот тут так и случилось. Я говорю, Белочка, Марина, вот посмотрите. И я вам не буду рассказывать содержание, кто это, что это. Вот мне очень важно, что вы скажете, догадаетесь или нет. Вот, показала вот эту капулечку, совсем маленькую. Но зато я обычно, если что-то хорошее увижу в Москве, то есть во сне, и делают эту капулечку, я ее прямо делаю почти, ну, готовую, потому что я во сне уже так увидела, она готовая у меня. Вот я им показала, значит, они так смотрят туда-сюда. А я волнуюсь, волнуюсь, думаю, что скажут, начнут кто-то, что. А они обычно так не делают. Они молча смотрят, и потом по очереди. Это, наверное, Сара Садыкова. Я так обрадовалась, думаю, вот в такой капульке они узнали у меня Сару Садыкову. Почему это так произошло? Ну, я думаю, что, во-первых, они тоже воспитаны мною с большой любовью к татарской музыке, особенно к самым любимым композиторам. Они тоже очень любят музыку сальса-бликвы. Она у нас дома поется. Когда я там, например, работаю, я всегда так напеваю тихонько для себя. Вот, может, поэтому они... А может быть, еще и потому, что торчит калфак в этой композиции. И они, и все знают, вся интеллигенция, что из татарских женщин носила калфак в наше уже такое советское, постсоветское время только Сара Садыкова. Она не изменяла своему калфаку такой татарской красивой одежде. Вот они мне говорят, это Сара Садыкова, мама. Мы это узнали, так? Я говорю, так, молодцы, спасибо вам большое. Ну, и убрала опять эскиз в коробочку. Я их прячу всегда. А потом сама уже в себе думаю. Думаю, они признали. Значит, можно уже обратить внимание на эту эскизу и обратиться. Так, тоже несколько дней молча проходила, подумала. Потом я говорю, девочки, наверное, раз уж она узнается, и мы как-то все вместе признали все это, нам, наверное, надо ее увеличить до рабочей модели. Как-то так вот такой эскиз не захотелось делать. Сразу захотелось бы большую рабочую модель делать. Вот. Вот в таких работах, на мой взгляд, более-менее значительных таких, ну, может быть, красивых, ну, мне нравящиеся какие-то работы, да, эскизы, я обычно обращаюсь к своим девочкам, еще и приглашая их в соавторство. Они знают музыку татарских композиторов, они их попивают тоже, они любят это. Вот. И потом еще одна деталь, они очень хорошо понимают мои эскизы, потому что я ведь в основном, в большинстве, работаю на татарскую тематику. И вот мы начали с девочками, значит, ее увеличивать, да, такого выставочного размера сделали. И впервые мы ее показали на республиканской выставке в Совете художников. Вот. И там впервые увидели из общества Сара Садыковой. Вот. И Азар Меньшарихович, там, может, еще кто-то. В общем, как-то вот уже это вошло уже, пошло в дело как-то. Вот они увидели эту работу. И, может быть, ко мне обратились, дескать, что, как. Ну, я говорю, это эскиз памятника. Мы задумали памятник с девочками. Вот. Второй раз мы ее показали на выставке. Это очень большая выставка, посвященная 8 марту всех женщин, художников Татарстана. А вот мы там выставили. Это было в НКЦ Казани. Там и правительство было. Зиля Рахимьяновна была. Ей очень понравилось. Тогда она еще не была министром культуры. Вот. Там выставили. И вот так потихоньку она пошла уже в народ, в общество и на обсуждение. Ну, сами понимаете, мало ли, что мы задумали памятник. А еще самая сложная часть остается как дальше. Как дальше. Потому что только наше хотение авторское. Сами знаете, это еще не все. Потом, по-моему, кажется, Асгар Миншайхович с своими коллегами там по фонду Сары Садыковой встали уже тоже вдохновились, задумались, как дальше быть. И Асгар Миншайхович мне сообщил потом мне после, может быть, года или что, что вот он эту работу возил президенту Шаймиеву и получил тоже добро. Понравилось президенту. Ладно, значит, уже работа движется вперед. Мы очень тоже рады этому. Вот. Ну, опять, опять все приостановилось. работу поставили, так попросили члены фонда Сары в их заведении там, это на Баумен, да? Вот там она простояла много лет. Вот так. Ну, каждый из нас ждет, вот ждет. Как дальше-то? Потому что сделать эскиз, хотеть, это мало. Мы ведь все очень зависим от властей, как они к этому, хотя вот было одобрено, да, нужен памятник царя. Вот. Ну, все шло так медленно, так медленно. Потом до меня дошли слухи, что не хотят памятник, хотят только бюст поставить. Даже дошли слухи такие, что кто такая Сара, чтобы ей памятник ставить, достаточно ей бюста. Это меня, естественно, очень расстроило как автора, потому что у меня задумано с моим сердцем памятник, вот такой всю целиком Сар. Вот. И я сразу заявила, что я не согласна только на бюст, пусть кто угодно делает, я отказываюсь, я вообще больше не вмешиваюсь в это дело. Ну и все, опять на несколько лет застопорилась, значит, время идет, протянулись многие года, вот так все время спорят, все время бодаются, кому-то там больше, по-моему, из музыкального мира не захотелось цариться Адыковой, естественно, поставить памятник, хотелось только бюст, ну я не согласилась, я сказала, я эту модель не отдам никому, ставьте сами там портреты. Вот так прошло еще несколько лет, потом, как ни странно, мне звонит Тутаева, она была тогда, кажется, правой рукой из Хаква, там, эти должности не запоминаю, не знаю, но с такой радостью она мне по телефону сообщила, позвонила ко мне на дачу, Рада Хусайновна, мы добились, кто уж там были, еще мы, мы добились, что будет не портрет, а фигура, ну я обрадовалась, я радовала, хорошо, вот так вот, и после этого уже видимо дошла очередь на оформление уже, уже ставим памятник, и вот еще раз мы уже собрались у Асгар Меншаликовича Набаумана, это был такой расширенный просмотр, там присутствовали очень много значительных людей по культуре, по искусству, по творчеству, и председатель союза писатель, председатель союза художников, артисты, все общество Сары Садыковой, потом председатель союза художников, архитектуры, кстати, с автором нашим была, это мы так захотели, попросили Нургалееву, вот она была, еще от архитектуры была, как уж фамилия-то, вот уже забывать стала, ну не важно в общем чиновницы, вот, в общем, полная комната, полный зал народу, принимали теперь уже большой вариант, уже памятники, вариант Сары Садыковой, там выставил свой портрет и наш художник Подхудинов, ну и тут единогласно, очень много было похвалы, очень много было хорошей реакции, каждый выступил, каждый выступил, и именно мы за памятников, за памятник, что, ну, много было похвалы, мне это вспоминать незачем, вот, и Фаим тоже встал и говорит, Радукса вы действительно сделали достойную работу, достойный памятник, хотя я тут и перенес свой портрет, если вот так вот уж был ведь разговор, что и портрета достаточно, я отказываюсь, я совершенно не согласен, я убираю свой портрет, именно ваша работа должна выполниться, в общем, составили протокол, проголосовали единодушно, единогласно, и вот так, значит, вот такая официальная уже часть как бы случилась, но, к сожалению, ведь вот так, вот так, в моей жизни вообще очень много, в моем творческой моей жизни очень много вот таких моментов, памятников, сколько было сделано, вот, например, начиная с Вахитова, памятник Вахитову тоже был объявлен конкурс, все скульпторы участвовали, казанские, конкурс выиграли мы с моим мужем, скульптором Виктором Рогожиным, архитектором был Агишев тогда, главный архитектор города, это сколько горя мы перенесли, сколько неприятностей тоже длилось три года, вот, и закончилось тем, что вот так вот там воевали власти между собой, значит, город с правительством, правительство с городом, там не знаю, что творилось, это знает почти полгорода, и во всяком случае, все власти, вся интеллигенция эту историю знает, закончилась она тем, естественно, выигранной на конкурсе с заключенными договорами, уже три года работавшие мы, авторы, значит, остались ни с чем, у нас отняли памятник вероломно и отдали московскому скульптору Орехову, как это сейчас не та тема, я это не буду говорить, сумели это сделать, ладно, второй памятник моей жизни, Сайдашев это тема всей моей жизни, все знают, что я у них жила пять лет, что с натуры много лепила, рисовала, но он в сердце моем, этот человек, и не могла я не лепить Салиха Сайдашева, тоже был объявлен конкурс, вот, этот конкурс опять я выиграла, вот так выиграла и все, вот, и на основе этого выигранного эскиза, значит, правительство объявило на всю республику телемарафон, вы это все помните, наверное, знаете, собирали деньги, целые сутки, всю ночь работало телевидение, вот, я сама присутствовала, там выступала, показывала, эскиз все это на телевидении вела Лия, вот, и утром уже объявили, что телемарафон закончен, набранные деньги более чем достаточно, а потом уже стали поговаривать, что столько денег собрали, что можно было бы золотой памятник Сайдашева сделать, хорошо, это все было, вот, я ведь о своей трудном пути творческом рассказываю, что этот памятник тоже у меня отняли, хотя и выигранный конкурс, хотя и телемарафон был на мой эскиз, хотя и заключен был договор, уж договор, это ведь документ уже серьезнее не бывает, умудрились, ухитрились, тоже отняли у меня Сайдашева, вот сейчас стоит другой Сайдашев, не мой, сами знаете, любуйтесь, пожалуйста, нашей интеллигенцией, вот, третий памятник, это Шаляпину, опять был конкурс, опять мы участвовали, опять выиграли мы, в этот раз уже вся наша семья, я, мои дочери участвовали и мы выиграли Шаляпина, что случилось с Шаляпиным, тоже эскиз, Сайдашев эскиз одобрял Шаймиев, приезжал к нам на дачу, мы там показали, потому что уже было сделано в размере рабочей модели, большие работы, она не помещалась у нас в комнате, у нас мастерской не было там, делалось все в комнатушках, у кровати, потом мы их вынесли на поляну, чтобы показать правительству, выставили к нам, приезжали президент со всей святой всего, правительство и Исхаков в том числе, одобрили все, однако вот потом отняли и все. Теперь я ведь о Шаляпине говорю, то же самое случилось, друзья мои, уж вроде бы сделался эскиз, заключили договор, смотрел Шаймиев, одобрено все было, вот так вот, много раз были просмотры, бесконечные просмотры, так, с замечанием сделайте то, сделайте, все, вот так вот, все это было выполнено. И последний просмотр, значит, должен был уже окончательно приниматься работа, надо вести рабочую модель. Архитектор в данном случае Нургалиев, это муж Нургалиевой, мы ее делали на даче, тоже во дворе, приехала, да, потом Нургалиев каким-то образом отпал, то ли у них семейная неурядица, не знаю, нашим автором стала опять жена его, значит, Нургалиева, Розалии. Вот она приехала на своей машине, только-только стала машину валить, видимо, только что купила, приехала за нами и за рабочей моделью. Говорит, там уже собралась комиссия, сидят, ждут, мы должны сейчас ехать, показывать на окончательный просмотр. Ну, естественно, мы волнуемся, не волнуйтесь, там все схвачено, все будет нормально, значит, так заявила мадам Нургалиева. Так, я в это время болела, недомогание, да и места там не было в машине, я не поехала, поехал мой муж и двое дочерей, Марина и Бела. Так, впереди машины сел Виктор, мой муж, сзади, значит, дочери и с краю поставили модель Шаляпина, он вот такой большой, уже готовый на показ. Марина обняла его и держит, вот так вот подстраховывает, и вот так они уехали, машину вела Нургалиева. И опять что случилось? Случилась автокатастрофа, не знаю, это было подстроено, мы лично думаем, что это было подстроено. Вот так вот, потому что почему надо было, чтобы так случилось, что работа разбилась в дребезги. Дочь моя, можно сказать, разбилась, ее тут же на скорой увезли в больницу. Меня инфаркт, когда услышала все это, что случилось там на даче, я свалила с инфарктом. И вот так Шаляпина, значит, опять, нет, и все Шаляпина в дребезги, в комочках. Мы в больнице с Мариной лежим, два месяца пролежали. И в это время даже не дали нам поправиться, выздороветь, выйти из больницы, чтобы все-таки работа-то ведь наша. Если даже ее разбили на клочки, там, я не знаю, с какой целью. Вот. Ну, ведь дождаться нужно, дождаться нужно больных, дать им выздороветь, потом решать дальнейшую судьбу работы. Этого не случилось, когда мы лежали в больнице, тяжело больные. Значит, муж мой принес постановление из Хакова, видимо, что мы передаем работу памятник Шаляпина москвичам. Конкурс объявили. И объявили там конкурс. А работа уже давно, естественно, в Москве была сделана. Это формальный конкурс. И вот так у нас больных, тяжело больных, изувеченных, отняли и Шаляпина. Вот, как хотите, так судите. Я вам правду все рассказываю. То же самое случилось к Шишкину. Значит, тогда еще обкомы были. Из обкома нам поручили ответственный заказ, памятник Шишкину, потому что какой-то большой юбилей, то ли столетие, то ли что, в Елагуке, значит, нам поручили ответственный заказ. Значит, только вы сможете сделать Шишкину. Мы сделали его. Мы сделали его очень хорошо. Приняли настолько прекрасно, что Мурзак, как уж их звали, сейчас уже забывается, Мурзак, это Фаткевич, это Валиев, да? А, Мударис Мусинович, Мусин, зав. отделом культуры, обнимает, поздравляет, прекрасная работа, спасибо, то, сё. Вот так вот. Потом, значит, проходит где-то месяц, мы уже отформовали свою работу, уже радуемся, думаем, хоть с этим памятник, может, всё нормально. Вот. Нам, значит, заявляют, что нет, памятник будет делать опять Орехов, кажется. Вот. Опять тот же Орехов, значит. Вот. А почему? Потому что тогдашний председатель Союза и большой человек Харис Абдрахманович Якупов был председателем комиссии по проведению этого юбилея Шишкина. А он нас, как это знает, почти полгорода и все художники. Он нас ненавидел, он делал нам очень много плохого, почти все памятники предыдущие с его участием отобрали. Вот так вот. Вот тут он заявил, значит, нет, их работы не будет стоять в Елагуге на открытии, будет стоять работа Орехова Московского. Ладно, всё, опять отобрали. Ну, нам что, остаётся только нервничать, плакать. Женщина плачет в это время, конечно. Вот так вот. Мы лишились Ишишкина. Ну, к чему я это всё рассказываю и рассказала? Ну, вот так в моей трудной жизни в искусстве, казалось бы, я всегда выигрывала конкурсы, делала памятники, одобряли, заключали со мной договор и умудрялись по-изуитски отнять всё это. Это, я даже удивляюсь, как я вообще дожила до сегодняшнего возраста. Мне скоро будет 80 лет. Это, как можно после вот такого отношения, после такого битья, после такого унижения, это горе для художников, если на то пошло. Я всё ещё, слава Аллаху, живу, работаю и борюсь теперь вот за Сару Сабыкову. Это мой уже, кажется, четвёртый памятник, да? Если не пятый. Вот. И что с этим теперь случилось? Вот мы же, я же рассказала, что сделали. Была приглашена самая-самая авторитетная комиссия на экспортный совет. Это поэты, писатели, композиторы. Из министерства, конечно, министр культуры уже стала Зиля Рахимьяновна. Она, конечно, не сочла нужным сама приехать и принять такой ответственный памятник. Прислала своего зама. Ладно, это тоже ничего. Замы обязаны работать тоже. Вот. Был там и Асгар Миншавихович, был мой любимый режиссёр. Я очень люблю его работы. Это Зарипов Ахтам. Рахимьяновна. Рахимьяновна. Продолжение следует...